Как вы уже знаете, во время пения есть моменты пения, разговора, возгласов, криков, вовлечения аудитории в контекстное исполнение. Мы все уже знаем, испытали на себе. А еще есть один очень важный момент, который мы пока не знаем, но сейчас уже знаем. Это вплетение в эту историю пословиц. Потому что не все, что рассказывается, это не просто сюжет, а еще там включаются нравоучительные элементы, но которые тоже поданы не в прямую, не вот надо делать вот так, а по этому поводу говорят. И идет пословица. Не растут уши вообще головы у человека, не растут. У зайца растут, растут. У собаки растут, растут. А вот у человека не растут. И дальше идет продолжение сюжета. При этом количество пословиц может быть очень большим. Включаться они могут очень гибко. И по этому количеству и качеству, то есть уместности этих пословиц, также оценивается мастерство исполнителя. И есть даже истории, которые целиком состоят из пословиц. Они сочинены таким образом, что из них получается целая история. То есть там есть только пословицы. При этом очень часто пословица говорится до половины, а аудитория дополняет вторую половину. Мы, к сожалению, это сделать не можем с вами. Но от аудитории ожидается, что она ответит. Как бы он закидывает первый-первый кусок, а аудитория отвечает. То есть здесь активность. Аудитория все время тестируется, проверяется. И ее знание традиции тоже проверяется. Перейдем к следующему сюжету. Это песня, которая исполняется не на Амбонге, а просто на улице села. И она здесь включена просто по моей просьбе. Просто показать разницу жанров и показать другой контекст, по которому может происходить пение нарративных таких вот песен. Она очень интересная. Она исполняется молодым музыкантом сразу же после исполнения обряда инициации. Как и у всех молодых людей в Африке, девушки проходят, не в Африке, скажем, в Кондо. Девушки проходят свою инициацию посвящению богам, и переход, этот обряд перехода. Мужчины свою. Они становятся не только мужчинами, но они становятся также им обладателем какой-то профессии. Это не обязательно их единственное дело, которым они занимаются, поскольку они не обязательно получают от этого деньги или не очень большие. Они помимо этого всегда христиане. Но также музыканты. Вот в данном случае речь идет об инициации музыканта. Музыкантом может стать любой человек. Это не семейное ремесло, оно не передается из поколения в поколение. Но очень часто имеющийся мастер, дети слушают, он замечает мальчика или девочку, который больше, более музыкальный, чем другие. Он его подзывает к себе и говорит, слушай, ты будешь моим учеником. И он обычно переходит жить в дом своего учителя, проводит, в общем, довольно долгие годы в этом обучении. И в конце происходит обряд инициации, после которого он возвращается в село, и вот исполняет эту песню. Она говорит, в ней говорится о том, что музыканты просят духов дать ему голос, который был бы таким громким, как голос льва, таким отчетливым по дикции, как голос попугая, и таким, не помню уже, кто там еще сфигурирует, в общем, там все сакральные животные сфигурируют, и у них у всех есть какое-то качество голоса, которым можно позавидеть, и он всех их собирает к себе таким образом. В этой песне вы услышите все эти голоса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok